Здравствуйте, ребята! Скоро в нашей стране будет отмечаться великое событие – День космонавтики. Первый полет в космос совершил Юрий Гагарин. Он пробыл в космосе целых 108 минут. Друзья, а вы когда-нибудь мечтали слетать на Луну? А Незнайка, главный герой романа Николая Носова, слетал. Как он это сделал, я сейчас вам расскажу. Незнайка находит камень и считает, что этот камень упал с Луны. Он отдает его Знайке. И тот открывает явление невесомости и создает прибор. Знайка решает построить ракету и полететь на Луну со всеми коротышками. Когда все было готово к путешествию, Незнайка и Пончик пробираются тайком в ракету, так как не всем разрешили лететь. Пончик нечаянно привел ракету в действие. И вот они на Луне. Много чего происходит с Незнайкой на Луне. Незнайка попадает в тюрьму. За то, что гуляет по незнакомому городу, он зашел в кафе покушать, но у него не оказалось денег. На Луне наш главный герой знакомится с девочкой-звездочкой. Именно она посвящает Незнайку в тайны лунного города. Незнайке было нелегко. Он вместе с лунными коротышками создает общество гигантских растений. Ему даже пришлось устроиться на работу официантом. И еще, представляете, няней у крокодилов. Ребята, а что случилось с Пончиком? А Пончик попадает на берег моря. Там много соли, но жители города ее не ели до этого. Пончик продает соль и начинает богатеть. Друзья, раскроют ли Незнайка тайны, которые хранятся на острове развлечений, и вернутся ли они домой на землю, вы узнаете, прочитав книгу Николая Носова «Незнайка на Луне» до конца.